Пятый класс, третья серия. В десятичной системе счисления 10 цифр. Любое число мы можем записать при помощи этих 10 цифр. Половина из них чётные, и другая половина нечётные. Если число оканчивается на чётную цифру, такое число называется чётным. Оно делится на 2. А если последняя цифра нечётная, при делении на 2 получится остаток 1. Что такое сумма цифр числа? Если сложить значение всех цифр, которыми записываются числа, то как раз и получится сумма цифр числа. Первая цифра 1, вторая 3, 5, 7, 9. Сумма 25. Произведение цифр числа. Значит, если значение цифр перемножить, то получится произведение. Причём, если одна из цифр равна нулю, то произведение равно нулю. Вот здесь, пожалуйста, в пятизначном числе. Какова сумма цифр числа? Нужно сложить все эти цифры. Получится 15. Второе число. Какова сумма? Значит, мы складываем 9, 8, 7 и 6 и получаем сумму цифр числа. Сумма цифр числа 30. А произведение равно нулю. Одна из цифр равна нулю. Так, а теперь посмотрите, пожалуйста, вот здесь записано число шестизначное. Первая и последняя цифра одинаковые. Один и один. Вторая и предпоследняя, тоже одинаковые, двойки. А посерединке две тройки. Вот такие числа ещё иногда называют симметричные числа. Давайте сегодня рассмотрим троичную систему счисления. В троичной три цифры. Вот только 0, 1 и 2. И при помощи трёх цифр записывается любое число. Счёт идёт тройками. Разряды в троичной системе счисления. Значит, последняя цифра показывает, сколько единиц. Затем разряд троек. Трижды 3 – 9. 9 на 3 – 27. 27 на 3 – 81. И так далее. Каждая следующая в три раза больше. Так, как же записываются числа? Вот вы видите, первые 10 натуральных чисел записаны в троичной системе счисления. Два однозначных числа – 1 и 2. А тройка – это уже двузначное число. Одна тройка и ноль единиц. Это 4. Это 5, 6, 7, 8, 9. Вот 9 – это один раз по 9. Это 10. Итак, в троичной системе счисления каждая следующая разрядная единица в три раза больше. Если нужно сделать переход от троичной к десятичной. Значит, мы помним о том, какие разрядные единицы у нас есть. Раскладываем по разрядам. Так, вот это четырехзначное число. Старший разряд – это 27. Один раз по 27. Ноль девяток, две тройки и одна единица. Это число в десятичной системе счисления записывается вот так. 34. Если нужно число из десятичной перевести в троичную. Тоже мы помним о том, какие разряды в троичной системе счисления. Мы возьмем один раз по 27, один раз по 9, две тройки и две единицы. Значит, число 44 записывается вот так. В двоичной системе счисления – это двузначное число, а в троичной – это четырехзначное число. Сложение в троичной системе счисления. Вот это таблица сложения. 1 плюс 2 – это 3. Число 3 записывается вот таким образом. 2 плюс 2 – это 4, а 4 записывается вот двумя единицами. Так, давайте выполним сложение и складывать будем трехзначные числа сразу в столбик. Так, 2 плюс 2 – 4. 1 пишем и 1 запоминаем. 1 плюс 1 – 2, 1 плюс 1 – 2. Вот мы получили ответ. Можно сделать проверку через десятичную систему счисления. Первое слагаемое – это 14, второе – 11, сумма – 25. Давайте проверим. Вот это число 25. Два раза по 9. Два раза по 3 плюс 1 – 25. Вычитание в троичной системе счисления. Давайте в столбик выполним вычитание. Это уменьшаемое, вычитаемое. Так, давайте найдем значение разности. 2 минус 1 – 1. Теперь из нуля нужно вычесть двойку. Занимаем, но не десяток, как обычно мы делаем, а занимаем тройку, потому что каждая следующая разрядная единица в три раза больше. 3 минус 2 – 1. Так, вот это значение разности. Проверку можно сделать. 11 минус 7 получается 4. Да, действительно, получается 4. В задачах по математике очень часто встречаются буквы латинского алфавита. 26 букв латинского алфавита нам нужно выучить, знать произношение этих букв и желательно выучить порядковый номер каждой буквы. Итак, учим латинский алфавит. А, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, В, W, X, Y, Z. Так, постарайтесь выучить латинский алфавит.